Доброе утро! Вы смотрите Инфакт на канале StopGameru. Любите ли вы иронию? Если да, то первая новость выпуска вас повеселит, несмотря на то, что она связана с раскомнадзором и блокировкой. Упомянутое ведомство на прошлой неделе закрыло доступ к сайту G2A, магазину, который торгует ключами для игр. А знаете ли вы, чья жалоба послужила тому причиной? Студии Alavar, российской конторы, которая раньше штамповала казуалки для домохозяек и ставшей известной после выпуска Beholder, игры про управдома в тоталитарной стране. Авторы игры про доносы сами написали донос, причем результативный. Причиной для жалобы послужили как раз таки обе части Beholder, как объекты авторских и или смежных прав, так написано в заявлении на сайте Мосгорсуда. Решение вынесли на основе федерального закона номер 149 об информации, информационных технологиях и о защите информации. Alavar не первая компания, у которой появились претензии к магазину G2A. Согласно упорным слухам, на этой площадке торгуют в том числе и ключами, полученными с помощью украденных кредитных карт. Это настолько возмутило некоторых инди-разработчиков, что они призвали пиратить их же собственные игры вместо покупки на G2A. А потом один сотрудник магазина попросил ряд изданий написать новости в защиту G2A, за что поплатился широкой оглаской своей просьбы. Компания до сих пор выходила сухой из воды, только в этот раз на суше ее встретил каток Роскомнадзора, который уже много лет колесит по Рунету и лишь единицы вроде Телеграма сумели пережить его наезд. На прошлой неделе экономика Team Fortress 2 потерпела крах. Рынок игры не выдержал лишь одного бага, из-за которого дорогие шапки с необычным эффектом падали из любого ящика. В итоге эти шапки обесценились, ящики подорожали, а тысячи молодых бизнесменов потеряли свои капиталы. Баг исправили на следующее утро, моментально по меркам Valve, которая несколько лет не могла починить анимацию прыжка у разведчика. Несмотря на оперативность, экономике уже был нанесен колоссальный урон. И вчера Valve все-таки озвучила, как она будет наводить порядок. Но сначала компания привела кое-какие выводы. Лишь малое число юзеров успело получить дорогие предметы в результате бага, а среди этой группы есть крошечная подгруппа людей, которые начали активно пользоваться багом. На основе этих фактов уже составили план действий. Итак, самая первая шапка, полученная благодаря багу, останется у игрока и не получит ограничений на продажу. Но все прочие вещи, выпавшие тому же игроку из-за бага, получат запрет на обмен. То есть, разбогатеть на этом событии никто уже не сможет, кроме тех, кто успел поживиться в первые часы после появления ошибки. Впрочем, даже такие шапки, сознательно добытые нечестным путем, можно будет вернуть за деньги. Какие деньги и каким образом Valve еще не объявила. Похоже, торговая площадка Team Fortress 2 переживет это тяжкое потрясение, которое могли и не заметить десятки тысяч людей, для которых ТФ2 это веселая сетевая заруба, а не базар. Последняя игра серии Total War, Free Kingdoms, сорвала куш на китайском рынке впервые в истории бренда. И похоже, что издатели этой великой стратегии решили связать себя с Поднебесной еще крепче. На прошедшей недавно выставке China Joy, издатель Sega и разработчик Creative Assembly подписали договор с китайской корпорацией NetEase. Первое же порождение этой сделки Total War Elysium, коллекционная карточная игра для компьютеров и мобилок. Выйдет она только в Китае. Второе порождение, не совсем порождение, а скорее воскрешение. Условно-бесплатная Total War Arena, закрытая в этом феврале, возродится на территории КНР, потому что китайцам такие стратегии по душе. Наконец, все прошлые части Total War официально издадут в стране. Сильно же придется исправить игры серии, чтобы угодить китайским цензорам. Быть может, убитые солдаты уже не смогут насладиться посмертным покоем, потому что придется махать ручкой и бодро убегать за край экрана. Creative Assembly обещает, что расширение на восток не помешает выходу новых игр, а дружба с NetEase не угрожает независимости студии. Очень хочется в это верить. Новая игра Remedy, Control, выходит уже в конце августа. В прошлом месяце Epic Games Store опубликовал системные требования игры, которые очень многих обескуражили. Чтобы Control шла хотя бы на минималках, в пекарне должны стоять процессор Intel Core i5-7500, либо AMD Ryzen 3 1300X, и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060, либо AMD RX 580. Нихера себе аппетиты, подумала публика. Целых три недели Remedy переваривала эту горькую мысль, и в прошлую пятницу показала новые требования, куда менее конские. i5 вместо i7, GeForce 780 вместо 1060. На странице игры VGS теперь написаны те же самые системки. Вот и славно. А еще создатели Control рассказали новые подробности об игре. Я и не думал, что там остались какие-то подробности, но все равно добавлю в описание к видео ссылку на интервью. И раз уж говорим про эпиков, сейчас в их магазине раздают For Honor и Alan Wake. Студия Riot Games — авторы одной книги, как говорится. Кроме League of Legends, они не выпустили ни одной игры, да и не нуждались в этом, пока Лол приносит кучу денег. Или уже не приносит. В любом случае, Riot разрабатывает новую игру. Об этом заявил сотрудник студии Tom Cannon во время чемпионата по файтингам, который когда-то сам же основал. Новая игра, по его словам, как раз и будет файтингом. Вскоре Riot Games официально подтвердила эту инфу, но не добавила ничего конкретного. Давайте посмеемся напоследок. Раньше в Hitman 2 был забавный баг, брошенный в человека предмет и преследовали его, и даже заворачивали за угол. Особенно смешно это выглядело с чемоданом, который даже стал мемом. А потом баг исправили, или хорошо спрятали. Зачем? А чтобы вернуть самонаводящийся чемодан в новом обновлении. Теперь он получит, так сказать, официальный статус. В такой чемодан можно уже не прятать оружие, он сам стал оружием. Ждите свежие кеки на тему. А если ждать не хочется... Что у них там происходит? Консервируется. У меня появилась идея. О нет! Держите его, где мои наручники? Я просто хотел проверить, как снайперка стреляет. Я с бензопилой! Чего? Что это такое я сейчас увидел? Спросите вы. А я отвечу. Это фрагменты нарезок с наших стримов. Целиком эти нарезки вы можете увидеть на канале СтопКек, где публикуются выжимки самых веселых моментов с наших трансляций. Причем регулярно, раз в неделю. Ссылку на СтопКек вы найдете в описании. Насыщенные были выходные. За три дня на нашем сайте появились репортаж по The Outer World и экспериментальный кооперативный видеообзор Wolfenstein Youngblood. Кроме того, текстовые обзоры FateHunters и игры по мотивам Kill la Kill. И это не считая свежей нарезки. Так много поводов зайти на СтопГеймеру. Заходите и не переключайтесь.